Глава государства Анатолий Бибилов выразил слова благодарности сотрудникам посольства Республики Южная Осетия в Москве за активное участие при подготовке праздничных торжеств, проходивших в Санкт-Петербурге. Мероприятия к 270-летию открытия первого посольства Осетии в Российской империи с размахом прошли в конце прошлого месяца. Президент, поздравляя юго-осинских дипломатов с юбилейной датой, поблагодарил их за службу, отметив, что сотрудники продолжают работу по сближению двух народов, начало которой в далёком 1749 году заложили первые послы Осетии. То, что вы делаете, это продолжение того, что начали делать более двух с половиной веков тому назад, наши первые послы. Вы продолжаете их дело, их работу. Это, конечно же, исключительно во благо народа Осетии, независимо, северная это Осетия или южная Осетия. И, конечно же, не может не вызывать уважения, с каким отношением вы выполняете свои обязанности. Касаясь вопроса внешней политики, Анатолий Бибилов подчеркнул, что это направление является для руководства республики одним из приоритетных. Я уверен, что путь в этом направлении мы выдерживаем. Я думаю, что за Сирией ещё будут страны, которые являются для нас друзьями. И, конечно же, всё делаем для того, чтобы наладить с ними отношения, и чтобы эти страны, страны-друзья, нас признали. Я уже говорил о том, что признание республики Южная Осетия другими государствами, он не обратим, и по этому пути мы, конечно же, будем идти. За большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами республики Южная Осетия и Российской Федерации указом президента медалью 270 лет первому посольству Осетии в Петербурге награждены сотрудники дипломатической миссии. Медалей удостоены советник-посланник посольства Ахсар Джоев, советник посольства по информационной политике Зара Вальева и советник посольства по консульским вопросам Денис Долгушев. Роза Тедеева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.